Знаем, что в Израиле сейчас сложное время, война продолжается, перемирие окончено, но вижу, тихо, да, раз вы себе позволяете сидеть на балконе, значит не переживаете. Ну тут, знаете, в Израиле вырабатывается привычка быстро бегать, поэтому как только зазвучит сирена, меня здесь не будет, будете смотреть на пустое кресло. Друзья, ну вам тогда придется смотреть на меня, поэтому в крайнем случае, если Аббас из-за воздушной тревоги будет перемещаться, вы не переключайте, я вам что-нибудь самое интересное расскажу. Ну, вообще в ближайшие, в последние дни, я уж так пошутил, но после того, как возобновились боевые действия, обстрелы территории Израиля, особенно центра, то есть на юге еще случается, центр это уже гораздо реже стало, то есть в целом видно, что возможности Хамас, военные возможности Хамас уменьшаются. Да, извините. Нет, вот если вы начали, давайте вот еще тогда немножко продолжим эту тему. Я вот недавно слушал Михаила Шительмана, он рассказывал, он сейчас тоже в Израиле, и говорит, что вот настроение в обществе очень напоминает настроение в Киеве, ему в начале полномасштабного вторжения, то есть действительно люди очень переживают, переживают из-за обстрелов, прежде чем где-то встретятся, идут разговоры, а сможем ли мы там где-то укрыться, то есть действительно есть какая-то очень сильная тревожность в обществе. Вот она как-то, динамика какая-то была за эти полтора месяца после террористической атаки. В целом люди привыкают или все еще, ну вот эта паника, она присутствует? Да нет, паника присутствовала в первый день, когда было непонятно, что случилось с армией, где она. Вот, а буквально начиная с, ну вторая половина того же самого дня, 7-го числа, когда армия там нарисовалась и началось вытеснение хамасовцев с территории Израиля. После этого паники, строго говоря, ну то, что я здесь вижу, паникой это точно не является. Напряженность, конечно, была и она по-прежнему присутствует, но она снижается. Ну, например, вот я детей в школу вожу, охрану, дополнительную охрану со школ уже сняли. То есть между вот седьмым и там до конца ноября школу охраняли помимо обычной охраны, в принципе, вооруженная охрана у школы тут есть всегда. То есть эта страна все-таки достаточно такая воюющая, вот, ну-ка. Но была и дополнительная там, появились прям солдаты с автоматами, вооруженные автоматами. Вот, и вот их, например, сняли. Потом вот детская площадка под окном, ее сейчас перестали патрулировать, а первые месяц-полтора регулярно, каждые там в среднем 10-15 минут проезжала муниципальная полиция, медленно так объезжала вокруг. Время от времени оттуда выходили тоже вооруженные автоматами охранники, иногда там по одному человеку, иногда даже по двое-трое. И так тоже все тут обходили. Этого тоже сейчас уже нет. То есть в целом жизнь из страны нормализуется. Напряженность, конечно, сохраняется. То есть, конечно же, перед тем, как куда-то там идти, ехать, ты думаешь, в общем, про, в том числе, и проблему. Так, а что бы я буду делать, если там, например, значит, обстрел. То есть вот друзья нас пригласили туда в гости на день рождения, ну, с детьми, да, к ребенку, там, где постреливают. И я жене сказал, что, ну, с учетом того, что у нас четверо детей, да, и, соответственно, трехрядная машина, да, а выскочить в случае сирены и залечь надо в том районе, куда вот пригласили, буквально в течение минуты, даже меньше, ну, лучше не ехать, да, потому что там вытаскивать в панике детей из третьего ряда, там, да, ну, это зачем? Ну, то есть это стресс, ну, понятно, я переживу, да, а детей что травмировать? Легче пропустить день рождения, в общем, а здесь ничего не будет устроить для себя. Ну, то есть, как бы это присутствует все, да, вот это на повседневную жизнь все это влияет, но в целом настрой такой решительный, боевой, значит, вот сегодня как раз мы с супругой с утра были в торговом центре, вот она показывает, вот обратите внимание, очень у многих, в том числе мужчин, мы с ней обсуждали, должен ли мужчина носить этот медальон, тут сейчас продают медальон, и вчера Илон Маск показывал, в Твиттере выложил видео, где он показывает этот медальон и объясняет это, bring them home, это, ты покупаешь за, ну, это такая маленькая вот такая железка, да, там написано bring them home, вот, и это лозунг освободите заложников, да, имеющий в виду освободите заложников, и она вот смотри, говорит, вот мужчины носят, ну, то есть ты платишь, ты, там, я цифру сейчас точно не помню какую-то, ну, ты платишь какую-то цену, которая гораздо выше, чем просто за какую-то жильяку маленькую, да, вот, и эти деньги идут на, значит, ну, на финансирование, ну, то есть это гражданский такой сбор, да, на финансирование что-то, каких-то там действий, там, то ли армии, то ли еще чего-то, я уж точно не знаю, но, в общем, твои деньги вот целевым образом отправляются вот туда, в фонд, там, условно говоря, там, в помощи, там, значит, делаю освобождение заложников, вот, и очень многие вот это носят, вот сегодня в торговом центре обратили внимание, или, допустим, мы зашли позавтракать там в кафе, на входе маленький столик стоит, значит, два места, они украшены, на них таблички висят, ну, вот, для, это как бы, вот, знаете, везде делают, в торговом центре большой стол стоит, человек на 15, наверное, там, да, вот кафешки маленькие, там, на двух человек, и все подготовлено, все накрыто для них, для заложников, да, и везде это делается в Израиле, ну, то есть, это как бы символ, вот, сами заведения, да, они символизируют, что мы вас ждем, да, в любой момент приходите к нам, приезжайте, для вас все уже готово, все накрыто, вот, то есть, такие вот, такая попытка демонстрации солидарности с происходящими здесь повсеместно, это все есть, но это точно нельзя назвать паникой, вот, в целом, страна абсолютно мобилизованная, готова к чему угодно, вот, я думаю, что сравнивать это с тем, что происходило в Киеве, ни в коем случае нельзя, потому что, когда Россия напала на Украину, ну, по крайней мере, в течение какого-то времени, допустим, может быть, ну, кто-то там неделю, кто-то две, кто-то месяц, но все-таки доминировала точка зрения, да, я сейчас даже говорю не о России, там, понятно, пропаганда, там, исказила восприятие, да, но у людей со стороны, даже в оппозиционном общественном мнении, на Западе, в конце концов, все считали, что Украина долго не продержится, в конце концов, американские спецслужбы, которые предсказали нападение, да, они там считали дни, так сказать, ну, то есть, три дня, пять дней, там, десять дней, сколько понадобится, значит, Путина, чтобы захватить Киев и полностью остановить сопротивление Украины, то есть, риск был абсолютно, ну, таким, то есть, это была абсолютно реалистичная история, то есть, вопрос о выживании государства стоял в повестке, в случае с Израилем такого же не было совершенно, то есть, ни у кого не возникало ни на йоту там, ну, то есть, не было вообще мысли, что может так случиться, что Израиль будет уничтожен как государство, это просто несопоставимые вещи, там, Россия против Украины, и Хамас, даже если к Хамасу присоединится Хизбалла, и йеменские Хуситы, и все прочие сателлиты Ирана, и весь Иран тоже, вот, даже в этом случае, ну, то есть, это вопрос о количестве жертв, да, большое количество жителей Израиля погибнет, да, будут серьезные, крайне серьезные разрушения, даже вот в случае реализации крайнего сценария, но это, в любом случае, не экзистенциальная угроза, то есть, Израиль пережил войны, когда, ну, он был абсолютно, вот, так сказать, незащищенным, еще практически не существовал, например, в 1948 году, да, когда государство только, вот, то, что называется война за независимость. Хабасу, друзья, пришлось переместиться, но это совсем не за обстрелы, как я говорил в начале интервью, просто на стройплощадке рядом с домом началось строительство, так что жизнь продолжается, да, то, как раз, о чем мы и говорили, в общем-то, в начале нашего интервью. Друзья, кстати, нас смотрят много из Израиля, и вы всегда пишете слова поддержки народу Израиля в их борьбе против террористов, особенно родственникам тех, кого похитили хамасовцы, пожалуйста, продолжайте, слова это меньше, что мы сможем сделать, чем мы можем помочь, поэтому всегда очень приятно читать ваши такие вот комментарии. Абас, давайте по повестке пробежимся, мы всегда с вами начинаем с Путина, да, сегодня не хочу нарушить традицию, издание вот Политико выпустило довольно спорный, ну или как минимум громкий рейтинг самых влиятельных европейцев года, они делают это каждый год, вот в прошлом году Владимир Зеленский был самым влиятельным европейцем, теперь президент Украины тоже попал в этот рейтинг, однако он возглавил теперь раздел, который называется «Мечтатели года», вот «Мечтатель года» номер один по версии Политико – это Владимир Зеленский, на втором месте – Алексей Навальный. Значит, почему Зеленский? Потому что, значит, авторы считают, что Зеленский меняет мир не своей армией, не своей экономикой, а силой своего слова. А вот Алексей Навальный, который, цитирую, «хрупкий, худеющий, но тем менее продолжает оставаться головной болью Путина, произнося мощные монологи в подконтрольных Кремлю российских судах». Конец цитаты. Навального даже называют русским «Манделлой», вот так вот, автор Политико. В целом, с одной стороны, да, вроде как попасть все равно в рейтинг самых влиятельных – это, конечно, здорово, но вот раздел «Мечтатели», да, не знаю, как-то… Алексей, я вас понимаю, потому что вот в русском языке слово «Мечтатель», ну, в современном русском языке слово «Мечтатель», оно, там есть такая коннотация, оно несет вот оттенок, ну, то есть такой человек непрактичный, который, так сказать, руками ничего делать не умеет, да, который вот там сидит и фантазирует, такой прожектор, такой обломов, да. Есть такая коннотация. В английском языке, в современном английском языке это не так. Я бы сказал, что в данном случае там… Ну, то есть я прочитал этот материал, там речь идет о том, что… Это скорее отсылка, знаете, к Мартину Лютеру Кингу с его знаменитым «I have a dream», да, и это образец такого практического, прагматичного мечтательства, мечтательства, которое реально меняет мир. То есть это вот разница между прожектерством и то, что называется «strategic vision», стратегического видения. Мечтатель в данном случае вот это человек, который имеет вот какое-то стратегическое видение и реализует там все, что необходимо для того, чтобы двигаться вот в направлении там своей мечты. Там совершенно нет вот этой негативной составляющей вот в том, о чем написано в материале «Политику». Вот, поэтому… То есть это скорее, я бы так сказал, это реакция издания на появившиеся в последние месяцы упаднические настроения по поводу того, что, ну, там, летнее контрнаступление украинской армии не достигло стоящих перед ней задач, появляются проблемы с вооружением, значит, усталость Европы и Америки ведет к тому, что объемы поставок оружия снижаются и вообще не гарантированы в будущем. Ну, то есть удастся ли Украине достичь тех целей, которые она заявила, там, отбросить агрессора, не факт. То есть путинская экономика оказалась сильнее, чем мы ожидали, генералы вроде уже воюют не так плохо, как в начале, то есть вроде чему-то научились. Ну, то есть общий такой настрой в последних месяцах, он такой достаточно пессимистичный. И в этой ситуации как раз политика говорит, что неважно все это, все это вторично, а важно, что дух сильнее всего, да, и вот речь идет об этом духе. Так что это комплементарно и по отношению к Навальному, и по отношению к Зеленскому материалу. Вот вы сказали, экономика России выдержала, об этом недавно заговорил и Евгений Чичваркин, он достаточно так расстроил, в общем, наших зрителей, своих подписчиков в Инстаграме, потому что мы с большим уважением относимся к Евгению из-за того, что он не только словом, но и делом помогает вооруженным силам. Однако в присущем ему таком пессимистичном стиле Чичваркин сделал заявление, что Запад, мол, сделал все для того, чтобы Путин победил, и он побеждает. Потому что те санкции, которые ввели против России, оказались недостаточными, ну или такими, которые помогли Кремлю не только перестроить страну, но даже обозлить россиян на Запад. И, в общем, после этого заявления Чичваркина его обсуждают уже, где только можно, и даже российская пропаганда транслирует, это там, значит, Искобеева и Симоньян, в общем, причмокивая, как бы это обсуждают, мол, посмотрите, значит, Чичваркин прозрел. Я бы вас попросил прокомментировать эти слова. В целом о недостаточности санкций мы, конечно, говорили уже не раз, но стоит ли говорить о том, что Путин победил и побеждает? Нет, конечно. В историческом смысле Путин проигравшая фигура, это совершенно очевидно, и режим его носит временный характер. И успехи его, даже если они есть, они носят абсолютно тактический характер. Опять же, ну, это успехи, вот, понимаете, это как в том анекдоте. Скажите, а больной перед смертью потел? Потел? Это очень хорошо. Но вот это ему эти успехи, как мертвому припарка. Как Николай II, ну, вот накануне революции, условно говоря, в январе 17-го года его позиции были крепче, чем, допустим, в ноябре 16-го. Было улучшение, ну, то есть он укрепил свои позиции, вот, а через месяц об этом осталось только вспоминать, о том, какое это было укрепление, так сказать, да. Ну, вот, поэтому в историческом смысле никаких оснований для пессимизма нет. Да, надо признать, что, значит, свержение режима и поражение путинской армии не так быстро случатся, как многим хотелось бы. Да, значит, любая революция носит волнообразный характер, поэтому, значит, за подъемом 1905-го года следует падение, ну, после разгрома революции следует несколько лет реакции, да, вот, но потом все равно придет, условно, 1917-й. Чичваркин реагирует вот на этот спад, условно говоря, сейчас у него на графике, там, 1908-е или, там, 1909-е годы, да, значит, действительно казалось, что все, вот, после того, как путинская армия, значит, не смогла не достичь никаких успехов, кроме взятия Бахмута в течение, там, нескольких годов, значит, ну, то есть первые, там, окей, полгода они что-то там поназахватывали, да, потом длинная пауза, потом кое-как Бахмут там взяли, и потом опять застопорилось все, а потом началось в обратную сторону, значит, рейды РДК в Белгородскую область, бунт Пригожина, вот, потом начавшееся, вот, летнее контрнаступление ВСУ, которое, в этом проблема, на самом деле, ну, было создано завышенное ожидание, было анонсировано слишком много, там, захват Мариуполя-Мелитополя, выход на Крым, и поскольку все это не случилось, то, естественно, волна разочарования, да, повсеместная, и на Западе, и в российской оппозиции, я уж не знаю, наверное, и в Украине тоже, ну, судя по соцопросам, и в Украине тоже, значит, это проблема завышенных ожиданий, ну, то есть если они не реализуются, всегда, всегда есть волна разочарования, и то, что мы видели в исполнении Чичваркина, это вот это самое разочарование, это эмоции, но история учит, что ни одно разочарование не бывает бесконечным, условно говоря, начиная с января, сейчас повестка сменится в очередной раз, да, и начнется новая волна, но, в конце концов, российская армия пока никаких особых выдающихся достижений не демонстрирует, да, она выстояла, вот, она выдержала украинское контрнаступление, но утверждать, что это успех, да, конечный какой-то успех, там, о чем-то серьезно говорящий, ну, это слишком рано, пока, в общем-то, согласно данным третьих сторон, наблюдателей со стороны, да, типа Великобритании, например, российская армия понесла под Авдеевкой самые масштабные потери за всю войну, и у Путина, на самом деле, ну, есть серьезная проблема с пополнением этой армии, и жены мобилизованных, вообще-то, там, не в восторге от того, что их мужья до сих пор воюют, да, и, как мы знаем, подают голос, подают голос оттуда, откуда раньше только, если что-то и слышалось, так исключительно заверения в лоялизме, патриотизме, и всем таком прочем, значит, пропутинском, а тут вдруг оттуда уже доносится такой скепсис, нас обманули и вас обмануты. А давайте об вас подробнее немного об этом поговорим, вот тут как информационный повод, чтобы сегодня об этом поговорить, я хотел использовать любопытнейшую новость, значит, бывший режиссер Яралаша Илья Белостоцкий подписал контракт и уехал воевать в Украину, ну, значит, вроде бы в чем новость, да, новость в том, что этот Белостоцкий, он был осужден на 14 лет за домогательство к 14-летнему актеру, ну, вот такая ирония судьбы. Я, кстати, когда-то слышал новость о том, как, да, по-моему, этот вот Белостоцкий предлагал интимные связи детям за съемки в Яралаше, меня вообще удивило, что это происходит там в 21 веке, кому там нужен тот Яралаш, но кто-то до сих пор еще, видимо, он считал, что на это может повестись. Однако, ну, ужасная ситуация, окей, 14 лет, и вот он подписывает контракт, уезжает на украинский фронт, сам говорит, что шансов выжить у него немного, но, цитирую, позор принято смывать кровью. И вот здесь, возвращаясь к словам родственников мобилизованных, они же возмущаются, да, почему, вот, значит, убийцы, там, педофилы, которые осуждены, которые сидят в тюрьме, они подписывают контракт и служат лишь полгода, после этого им дается свобода, а наши вот родственники мобилизованные, никто их демобилизовать не собирается, вот они, значит, сколько служат, и конца края этому не видно, мол, что вот есть же все-таки чувство юмора у российского руководства. Ну, вот это, кстати, тоже очень любопытный феномен, да, почему зэки служат полгода, а те, кто, получается, как они говорят, да, эти жены, те, кто послушался, прислушался к букве закона, прям все, пошел по правилам, никуда не сбегал, вот об их демобилизации речи не идет. Я думаю, что в случае с зэками они действительно должны быть благодарны Пригожину. Вот Пригожин, это реально, в чем и была его сила, в том, что он пытался держать слово. Я специально, значит, разговаривал, знаете, ну, пытаешься снять информацию, так сказать, да, оттуда, из того лагеря, что там происходит, и специально ищешь варианты, находишь людей. И мне удалось настроить там коммуникационный канал с двумя вагнеровцами, из числа как раз зэков отсидевших, да, я, ну, там, через одного посредника, так сказать, было у меня два интервью, по сути, с двумя людьми. Вот, и, ну, то есть я сформулировал вопросы, написал, да, отправил, человек эти вопросы задал, зафиксировал ответы и мне перекинул. И в обоих случаях там совершенно отчетливо в качестве главного аргумента в пользу Пригожина прозвучало то, что удивительно, но он реально выполнял взятые на себя обязательства. Нас обоих, они из разных колоний призывались, значит, нас, ну, то есть их обоих они рассказывали, значит, в момент, то есть они записали, они, по-моему, еще не подписали контракт, а просто выразили готовность, ну, сказали, что мы готовы. И их там вот, сколько их было человек в колонии, в общем, там, условно говоря, там, 50 человек, или сколько там, их собрали в одном помещении, и им включили, по-моему, даже после подписания контракта, их собрали, и им поставили фильм, он, по-моему, он, кстати, в YouTube был, я забыл название, там что-то типа «Вагнер», «Лучший в аду», что ли, как-то такое, пафосное название такое. Вот, и им этот фильм показали, и там снято очень натуралистично вот боевые действия, и после просмотра фильма им сказали, «Вот тут нет ни капли вранья, вот все вот так происходит». Поэтому, ну, кто хочет, значит, можете контракт забрать, порвать, вот, но те, кто вот туда поедут, ну, должны понимать, что это будет так, и там уже все, ну, там за попытки, там, так сказать, сбежать, там, выпить, там, и так далее, наказание, расстрелы, там, ну, штрафы за что-то, за что-то, там, прям расстрелы. Ну, в общем, вот, как говорят, описали на входе, да, сразу избавившись от тех, кто сомневался. Несколько человек забрали контракт, посмотрев фильм. А все остальное было вот именно так, как он обещал. И ровно через полгода, как было обещано, значит, их отпустили.